Только уникальные научные достижения удостаиваются специальные пресс-конференции, куда зовут высокопоставленных гостей и ведущие СМИ с трансляцией на весь мир, где начинает рассказ о том, что же случилось, словами «этот день войдет в учебники истории». Именно так было в Вашингтоне 13 декабря 2022 года, то есть вот-вот совсем недавно. Там объявили о большом прорыве в термоядерных технологиях. Впервые в истории удалось получить реакцию, которая может навсегда решить проблему человечества с энергией. Ученые смогли запустить слияние ядер атомов, то есть термоядерную реакцию, которая, и это ключевой момент, дала больше энергии, чем на нее было потрачено. То есть впервые вышли в плюс. Почти во всех ненаучных СМИ это событие так и подают. В англоязычных источниках говорят о достижении net energy gain, в переводе энергетической безубыточности. Это очень простая штука. Если вам надо потратить монету, чтобы гарантированно получить две, вы потратите ее или нет? Звучит как финансовая пирамида, но именно так происходит у нас сейчас со всеми источниками энергии, которые мы используем на планете и за ее пределами. Даже ветряки, самые современные за 5-6 лет непрерывной работы, окупаются с точки зрения энергии. Вырабатывают больше, чем мы потратили на их создание, от турбин до последнего болта, на перевозку, на установку, эксплуатацию со всеми ремонтами. Про нефть с газом я вовсе молчу. Вот это оно и есть, энергетическая безубыточность. Но если мы достигли ее в термоядер, это означает буквально, что теперь мы сможем получать столько энергии, что сможем навсегда забыть про нефть, газ и другие ископаемые. Неужели это так? Это не net gain, это так называемый ignition. Я поговорил про заявленные достижения с физиками, которые занимаются термоядерными технологиями много лет. В том числе участвуют в создании крупнейшего в мире термоядерного реактора, ИТЭР. И они опровергают все сообщения журналистов, где говорится о том, что достигнут заветный Net Energy Game. Мои собеседники при этом считают достижение коллег выдающимся и важным. При этом описывают его почти теми же словами, что в новостях. Это, безусловно, первая полученная человечеством термоядерная реакция, из которой получилось больше энергии, чем в нее попало. Это научный, можно сказать, успех. Как там, научная безубыточность была достигнута. Так что же на самом деле случилось? Почему это действительно важно? И как изменит нашу с вами жизнь? Вот об этом сегодня специальный выпуск Пушки. Рубрики про новые научные загадки, открытия изобретений и идей, которые вдохновляют жить и исследовать, а не разрушать и убивать. Начинаем. Почему иногда так сложно разжечь костер? Дрова сырые, ветер дует, спички гаснут рано, руки трясутся от холода. Проблемы могут быть разные, но суть всегда одна. Вам никак не удается передать дереву достаточной энергии, чтобы, наконец, вспыхнуло пламя. Этот переломный момент наступает, когда реакция начинается, и внутри горящего дерева она выделяет энергии достаточно, чтобы обходиться без добавки, то есть без внешнего нагрева. Такой поворотный момент называется в физике зажиганием, или по-английски игнишем, когда выделяется больше энергии, чем тратится на поддержание процесса. Так вот, похожая проблема с термоядерными реакторами все эти десятилетия. Мы растапливаем в них эдакие атомные дрова, и так, и сяк, но до сих пор в лучшем случае получались лишь хорошо прогретые поленьи или даже дымок. То есть какая-то очень близкая к зажиганию реакция, но все же не она. И вот сейчас ученые с инженерами впервые смогли получить именно зажигание, о чем рассказала на той пресс-конференции команда Ливерморской национальной лаборатории. Это, безусловно, прорыв. Это происшествие, которое в термоядерном мире произошло. Это результат, который впервые достигнут на термоядерных установках. Я, честно говоря, ставил больше на магнитное удержание, на токамаки и стеллораторы. Как это часто бывает, за большим триумфом скрывается большая драма. Как достичь термоядерного зажигания? Физики знали и просчитали с тех пор, как поняли, почему и как горят звезды. То есть очень давно звезды — это природные термоядерные реакторы, а их зажигалка — это их собственная огромная масса. Они такие большие, что внутри атома под гигантским давлением начинает сливаться и выделяется энергия. На Земле, чтобы повторить такое, у нас выбор небольшой — либо создать такое же запредельное давление, либо такую же адскую температуру. Но на практике их надо даже больше. И вот все, даже самые хитроумные и оригинальные проекты любых термоядерных реакторов, есть даже что-то вроде дизельно-термоядерного движка, о чем я расскажу во второй половине ролика, это все либо про нагрев, либо про давление. Так вот, несмотря на то, что мы такие умные, зажечь термоядерную реакцию с положительным энергетическим выходом, когда для ее поддержания не надо добавлять энергию извне, еще никому не удавалось. Ливерморская лаборатория планировала получить ее вовсе еще 10 лет назад. За эти годы было несколько ложных тревог. Казалось, что получилось. Проверяли. Нет, все-таки нет, не то. Так что сегодняшний триумф — это в чем-то вымученная и запоздалая победа. А мешали, как и другим участникам этой мировой научно-инженерной гонки, то ветер, то дождь, то трясущиеся руки. То есть самые разные проблемы, которые чисто технически понятно, как решаются и преодолеваются. Но если решить или преодолеть их не полностью, то даже одно полено не загорится. А в случае с Ливерморской национальной лабораторией полено — это такой шарик размером с горошину черного перца. И вот и надо так сильно жать, чтобы атомы топлива внутри начали сливаться, вовлекать в зажигание соседей и так дальше, пока как можно больше атомов топлива не вступит в термоядерную реакцию, которая уже сама себя поддерживает без прибавки энергии извне. Да, пусть наносекунды. Это не важно. Важно, что она проходит сама по себе. Сжимают шарик с помощью лазерных импульсов. И это невероятно трудно. Все-таки микровзрыв такой. Могут вот эти микрограммы бахнуть раз, и потом нужен какой-то процесс, чтобы следующий микрограмм подготовить к этому. То есть это такие вот бахи прям. Это очень-очень большая заслуга именно инженеров. Они сделали очень ровную симметричную капсулу. Это очень долго пытались сделать. У них все время какие-то косячки. Долго выбирали материал. Долго думали, как сфокусировать. То есть это вообще инженерное достижение. Полено — топливный шарик. Очень хрупкий. То есть его нельзя просто так взять в руки. Толщина стенки 50 нанометров. То есть она примерно в два раза тоньше человеческого волоса. А это означает, что малейшие несовершенства в материале и форме шарика будут мешать зажиганию, как сырость в полене. Поэтому он должен быть больше, чем на 99% безупречным. И этот шарик помещается в маленькие цилиндры. А цилиндр в центр гигантской камеры, где на него со всех сторон направлены 192 лазера. Это наши зажигалки. И нам надо, чтобы все они ударили по цилиндру одновременно с одинаковым импульсом и каждый с точностью до нанометра. И вот спустя годы, наконец, совсем справились и зажгли. Значит, теперь-то уж начинается в нашей жизни эпоха термояда. Реализовать в энергетике. Вот именно получить энергию, которую мы будем подавать в сеть, для инерционных, для меня вообще какая-то очень запутанная история. Потому что там по расчетам вот эту мишень нужно с очень большой эффективностью, которая пока не достигнута, взрывать практически, ну это микровзрывы, взрывать минимум раз в секунду. То есть это нужно взорвать, все убрать лишнее, опять поместить мишень в точку фокуса, опять взорвать. Это тепло нужно чем-то поглотить, куда-то увезти. Там столько задач, что даже к этому не подступали. Потому что, по сути, это установки двойного назначения, там больше для военных изучают, микровзрывы делают. Сейчас на создание одной только топливной капсулы уходит больше двух суток, а стоит штука от 100 тысяч до 150 тысяч долларов. На подготовку комплекса лазеров для одного только баха, одной только капсулы нужно полдня-день. Но главное другое, в том самом триумфальном историческом бахе лазеры потратили 300 мегаджоулей энергии. Посмотрите, это очень-очень много, ведь из них только два мегаджоуля пришлись на сам шарик с топливом, то есть на саму реакцию. Эти два жалких мегаджоуля и зажгли термояд. Остальная энергия потратилась, чтобы создать условия для нее. На выходе же мы получили три мегаджоуля, то есть заработали лишь одну сотую того, что потратили. Не похоже на выгодную сделку, правда? И это еще мы не все расходы учли. С лазерным излучением происходит как минимум три трансформации с неизвестным коэффициентом на самом деле, да? На каждом этапе преобразования происходят некоторые потери. Да, да, да. Конечная эффективность этой установки для коммерческого реактора, она весьма-все наосламительная. Получается, у нас есть действительно выдающиеся и важные для науки и технологии достижения, но оно вряд ли изменит нашу жизнь. Иногда наша привычка наблюдать за чем-то выдающимся мешает нам замечать то, что происходит плавно и потому незаметно, но влияет на нас и нашу жизнь куда сильнее. Именно это происходит с термоядерной энергетикой сегодня. Несмотря на отсутствие других столь же больших свершений за последние несколько десятилетий, процессы там значительно ускорились и меняются так, что теперь эпоха термояда может наступить намного раньше, чем казалось еще лет 10 назад. И сейчас я расскажу, что же такого там творится. Но перед этим об открытии самого жесткого материала, известного науке, в короткой главе с рекламой. Это сплав из хрома, кобальта и никеля. Причем каждого надо добавить почти поровну. И тут важно понимать, что жесткость — это не то же самое, что и твердость. Самый жесткий — это означает, что он меньше других ломается и при этом может отлично, например, сжиматься или растягиваться. А твердые с деформациями не дружат, поэтому могут быть весьма хрупкими, как чугун, например, или вот алмаз. Один из самых твердых материалов, известных науке. Зато он крошится. То есть он вовсе не прочный, как часто путают. Поэтому, когда вы пытаетесь какой-то материал сделать тверже, вам приходится жертвовать жесткостью. Если охладить многие металлы и сплавы, то штуки из них будут крошиться и рассыпаться при больших нагрузках. Но тут ученым удалось сделать нечто особенное и обойтись без компромисса. Полученный сплав чем жестче, тем он и тверже. Всего при 20 градусах выше абсолютного ноля он достигает максимальной жесткости. Выше, чем при тех же температурах алюминий и лучшие на сегодня виды стали в авиации и космонавтике. Так что теперь это неплохой кандидат в материалы для космических кораблей будущих поколений. Если и вы ищете столь же прочное основание для своего будущего, но сейчас не хватает ресурсов, то это может стать хорошей возможностью. Вы сначала учитесь, получаете работу и только потом платите за свое обучение. Такие условия предлагает в Ката Академе, где готовят Java разработчиков. Работает это так. Сначала надо показать, что вы действительно мотивированы в следующие 7-9 месяцев учиться на полную. Для этого надо выполнить тестовое задание. На него дают две недели. Только после этого, если поверили в вашу решимость, вас зачисляют. Учеба очень плотная, каждому позволяют идти в своем темпе, с каждым внимательно работают, но перед каждым следующим этапом надо доказать, что предыдущий освоен. Так что тех, кто не тянет, отчисляют. За пройденное студент не платит. Большое внимание в обучении в Ката Академе уделяют командному проекту, потому что это формат максимально близкий к реалиям, ожидающим студента после выпуска. По той же причине ребята поддерживают и развивают собственное сообщество студентов и выпускников. Это помогает не только освоиться, но и потом быть на волне. В договоре с Ката Академией прописано, они гарантируют трудоустройство зарплатой от 100 тысяч рублей. Устроился и начал получать зарплату, тогда только наступает пора оплаты за обучение. 17% от дохода, получаемого на руки. Если не устроился, не платишь. Словом, когда стремление и желание освоить новую профессию больше, чем свободных денег, это, по-моему, отличный вариант. Переходите по ссылке, она под роликом. Там подробнее все условия. Буду рад, если для кого-то это станет новым этапом в жизни. В текущих условиях мы не сможем конкурировать с нефтью и газом. Вот не сможем. Никому нахрен термоядерный синтез пока не нужен. И это, возможно, главное, что сдерживает развитие термояда. Политикам в тех странах, где они несут ответ за свою работу, сложно объяснять общество расхода на то, что, может быть, когда-нибудь принесет какую-то пользу, ну, там, через десятилетия. Так ближайшие выборы не выиграть, а до следующих вовсе дожить надо. Не покажешь ей красивую картинку, как с космосом, и не заявишь жирной пунктика в оборонную стратегию. Термоядерные бомбы, водородные, сделали давно, и для них не нужно больше ничего, что помогло бы в развитии мирного термояда. Так что еще сложнее ученым, которые должны убеждать политиков выделять деньги на мирный термояд. А сколько было критики команды Ливерморской национальной лаборатории, когда она из года в год не могла получить результат, их обвиняли в том, что расходы неоправданно высокие, а не порезать ли их, все равно похвастать вам нечем. А ты попробуй сделать то, что еще никто не делал за бюджет, который выделяют чиновники. Какие бы хорошие и щедрые они ни были, сам процесс непредсказуем, потому что ты идешь по нехоженной дороге. Какое конкретное сочетание материалов, какая настройка лазеров, какая мишень в итоге даст историческое зажигание термояда, покажет только практика, а это новые и новые дорогостоящие эксперименты на годы и годы. Поэтому сегодня в мире хоть и построено уже немало термоядерных установок, но большинство из них, парадоксально, не создавались, нет, не создавались, чтобы запустить термоядерную реакцию, потому что там даже не пускают в работу главное топливо для термояда. Большинство термоядерных установок называются только термоядерами, на них не используют дейтерий-третьевую смесь, на всех установках, на начальных этапах не используют дейтерий-третьевую смесь, просто для того, чтобы отработать без нейтронов пока все проблемы. Такая осторожность связана с экономией. Если дейтерия много, даже в морской воде, то третий редкий и очень дорогой. Жечь его в экспериментах безумно дорого. Первая плазма, сначала мы просто проверяем, что все работает, ничего не отвалилось, потом добавляем немножечко мощности, добавляем немного диагностик, какого-то оборудования, еще раз проверяем, все хорошо, ничего не потекло. То есть до того, как мы дойдем до третия, который радиоактивный, и вот они полетели нейтроны, и больше в камеру не зайдешь, до этого нужно все офигенно проверить, чтобы потом вообще не подходить, и оно все само работает. Эксперименты с дейтерией-третьевой смесью сразу делают статус объекта ядерным, и это всегда головная боль для ученых. С кучей бюрократических проблем, помех и преград. Поэтому научный и инженерный процесс выстраивается не так, как он привел бы нас быстрее всего к энергетике будущего, а так, как работает экономика и бюрократия, причем везде. Это досмех. Я в Японии работал с золотой и платиновой фольгой. В России у нас люди боялись с этим работать, потому что тебе для золота и платины нужно было вводить отдельный учет. Журнал учета, сейф, там, тын-тын-тын-тын-тын. И люди прямо говорили, что мы им говорим, вот вы сделайте детектор платиновый. Они говорят, нет, мы этого делать не будем, потому что мы... У многих больше всего надежд на гигантский и, наверное, самый известный проект, в котором участвуют почти 40 стран. Международный экспериментальный термоядерный реактор, коротко, ИТЭР. Его строят на территории Франции, но проблема похожая. Даже для ИТЭРа уже была проблема, что его проектируют как ядерный объект. Но он не ядерный объект, он термоядерный объект. Здесь нужно законодательство, так сказать, гармонизировать. Здесь нет цепной реакции, у тебя не может произойти катастрофического какого-то события. Но ИТЭР до сих пор регулируется французским ядерным законодательством, которое разработано для ядерных реакторов, для реакторов деления. Однако в последние годы произошел такой прогресс создания новых материалов и особенно с развитием вычислительных мощностей и алгоритмов, что кажется, кажется, возможность решить давние технологические проблемы термояда быстрее неповоротливых государств с их прижимистыми политиками и вялыми чиновниками появилось у бизнеса. Ему становится по карману то, что раньше могли позволить себе лишь государства, в том числе, конечно, благодаря государствам, которые вкладываются в эту область уже не один десяток лет. Через один только ИТЭР за последние годы прошли тысячи лучших физиков и инженеров. Этот еще недостроенный реактор в промышленных масштабах производит не энергию, но специалистов с опытом в термояде. Поскольку нет фундаментальных, научных, нерешенных проблем, а есть в основном инженерные, то более эффективное управление, гибкое финансирование дают шанс независимым игрокам. На сегодня есть уже 35 частных термоядерных проектов по всему миру и активно появляются новые, и они получают все больше частных инвестиций, это миллиарды и миллиарды долларов. Некоторые проекты вызывают у специалистов улыбку, но другие очень и очень обнадеживают. На наших глазах начинается что-то вроде зажигания, когда накапливаемая в этой сфере энергия от прилагаемых усилий и средств может привести к разгоранию долгожданного костра, появлению реактора не для экспериментов, а для снабжения человечества энергией, чистой энергией. Именно это цель создаваемых частных проектов. Так что сейчас я коротко расскажу про самые интересные и перспективные из них. Может, они однажды все и изменят, потому что пробуют подходы, которые не могут протестировать ученые, работающие через государственную бюрократию. Эта штуковина, похожая на морскую мину, физический прототип будущего реактора. Внутрь заливается жидкий металл, а в него потом впрыскивают раскаленную плазму. А вот эти отростки на самом деле поршни. Они со всех сторон сжимают металл с плазмой, пока атомы в плазме не начнут сливаться, то есть пока не начнется термоядерная реакция. Вот так реактор должен будет выглядеть, если удастся на нем получить то самое заветное зажигание и гнишин. И кто знает, как устроен дизельный двигатель, заметят много общего. Только здесь поршни сами должны двигаться, чтобы спровоцировать горение, а не наоборот. И вот получаемая от термоядерной реакции энергия передается дальше в виде тепла, на паровую турбину. Вода от жара испаряется, заставляет махину крутиться и вырабатывать уже электричество, которое можно подавать в сеть. Так, 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 вот эта часть с турбиной, это же какой-то 19 век, век паровых машин. Разве такое не стыдно в 21 веке? Это самая частая претензия к термояду от диванных энергетиков, по моим ощущениям. И самая бессмысленная. Почему? Почему все еще воду крутить? Блин, потому что турбины крутятся, и синусоиды мутятся. Все отлично. У нас трехфазный ток, его самым простым способом, это что-то крутить. Крутить это... Ну а чем ты еще будешь крутить? Расплавленным металлом? Это проблематично. Это уже отработанная технология. То, что работает, как бы это, не надо ломать. Лучший враг хорошего. Есть проекты, где предполагается получение энергии в электросеть напрямую, как здесь. Смесь из Дейтерия и Гелия-3 разогревается до состояния плазмы, подается в камеры с двух сторон установки, между ними всего 12 метров, и дальше оба пучка разгоняются друг другу навстречу со скоростью больше 400 км в секунду. А в центральной камере сталкивается. Плазма так сжимается, что разогревается уже до 100 миллионов градусов по Цельсию. Для сравнения, внутри Солнца примерно в 6,5 раз прохладнее. Так вот, при такой температуре случается, разумеется, термоядерная реакция. Плазма от нее расширяется и воздействует на магнитные поля вокруг установки. А это уже, по закону Фарадея, приводит к образованию электрического тока. Ну, проще говоря, срабатывает по той же причине, по какой ток появляется, если поводить магнитом внутри катушки из медной проволоки. И вот, исключив агрегаты-постредники типа паровых турбин и других дополнительных, по сути, конвертеров энергии в другие формы, мы исключим и многократные потери энергии. Заодно избавимся от лишних элементов, которые могут ломаться. То есть, от лишних рисков и расходов. Но, повторю, так задумано, а не реализовано. Остальные термоядерные проекты предлагают идти пока что проверенной дорогой, через нагревание воды, чтобы было дешевле и можно было быстрее вывести такой реактор на рынок. Поэтому пытаются найти и самые простые решения для самой термоядерной реакции, как эти ребята. Ты чё? Они стреляют из электромагнитной пушки в вакуумной камере в мишень. В ней весь секрет технологии. Она так устроена, что энергия от удара концентрируется волной в одну точку, где находится топливо, и усиливается материалом прокладкой. Так что давление провоцирует в этой точке зажигание, термоядерное зажигание. И так очередями можно было бы получать термоядерные микровзрывы один за другим. По расчётам команды проекта на это тратится в 4 раза меньше энергии, чем у лазеров для такой же реакции. А всего одной мишени, если зажигается всё её топливо, хватит для питания электричеством среднего такого небольшого частного домика в течение 2-3, может быть даже 4 лет. И вот это стремление с самого старта к эффективности и как можно более скорому результату определяет и логику поисков инженеров и учёных таких частных проектов. Но это не гарантирует победы в гонке. Большой, неповоротливый, жёстко регулируемый государством ИТЭР не быстроходный катер, но ледокол. Он пробивает путь к важнейшим для всего человечества технологиям, которые должны стать доступны целым странам, а не одной, двум, трем компаниям. К 50-м годам должны уже начать строить первый коммерческий реактор на базе наработок ИТЭР. Технологии, которые будут отработаны на ИТЭРе, будут перенесены туда. Только хорошее, полезное, лучшее и вообще энергетически должен быть проще. ИТЭР, он специально усложнён, чтобы как можно больше о плазме узнать о сопутствующих процессах, может быть, там, изучить какие-то сложности, которые возникнут на пути, а они сейчас возникают, моё почтение. Вот. И там будет всё как бы попроще, кандовее, и там должны будут появиться вот эти вот паровые генераторы. Мы, естественно, будем пока воду кипятить. И вот эта вся штука, которая будет в сеть генерить. И там уже, ну, сначала будут, наверное, маленькие мощности, потом будем потихоньку их увеличивать. Может быть, размеры сначала будут большие, потом как-то сожмутся. Там ещё непонятно. Много чего надо понять во время вот экспериментов на ИТЭРе и даже на тех же стеллораторах. Ещё непонятно, что первым полетит. Тут тоже надо будет посмотреть. Есть старая термоядерная шутка. Разбудите меня лет через 30 и спросите, ну, вот сколько нам осталось доработающего термояда? И вам скажут, 20-30 лет. Скептики могут сколько угодно смеяться, но это никак, вот просто никак не решит две тесно связанные между собой критические проблемы планетарного масштаба энергетические и климатические кризисы. И обе нам вряд ли решить без термояда. Нам нужно всё больше энергии, потому что мы создаём всё больше и всё более энергозатратные штуки. От гаджетов и гигантских дата-центров, на которых держится весь интернет, до нейросетей. Почитайте про то, сколько нужно электричества для обучения самых крупных из них. Вы удивитесь. Наше потребление энергии в разных её видах растёт в геометрической прогрессии. Несмотря на войны, экономические кризисы, пандемии, исторический тренд не меняется уже с середины прошлого века. В то же время нам нужно как можно сильнее и скорее сократить вредные выбросы от сжигания ископаемых ресурсов. А это наш главный источник энергии на сегодня. Витрики, солнечные и прочие альтернативы дополняют, но не могут и вряд ли смогут когда-либо удовлетворить стремительно растущие потребления. А ископаемых становится всё меньше, хотя об этом сегодня редко вспоминает на фоне разговоров о климате. Когда-то человечество осознает, что хватит срать вокруг. Мы срём везде, в атмосферу, в море, в землю, вокруг. Надо остановиться, это делать, иначе придётся искать другую планету. Пока это не дошло ещё до всех, ну, скоро дойдёт, я думаю. Так что термояд, для которого топливо можно добывать из морской воды и который не имеет выбросов, может стать лучшим решением на века вперёд для нашей цивилизации. И, как не раз повторяли мои собеседники в разговоре, пусть будет больше разных термоядерных установок, пусть кто-то добьётся нового прорыва. Выиграем от этого в конечном счёте мы все. А я постараюсь держать вас в курсе как можно дольше. Быстрее всего, если успеваю, я пишу в Телеграм, там есть наш канал, и там я делюсь тем, что не подходит для формата Ютуба. Спасибо вам за поддержку. Здесь, с помощью этой кнопки, на Патреоне для зарубежных карт, а для российских на Бусти и новом сервисе для поддержки творчества авторов Friendly to Me, там минимальная комиссия. Особая благодарность. Дмитрий Орлов, Павел Новиков, Пётр Кандауров, Андрей Полевой, Айдебагер, Павел Дунаев, Антон Пальгунов, Павел Борский, Хапчинск, Алена Мацюкова, Олег Жин, Ренат Бальбеков, Максим Менделев, Владимир Емщуков, Василиса Версус, Евгений Балахнин, Дмитрий Абрамов, Конор Левич, Павел Валентов. Спасибо и всем, кто поддерживает лайком и комментарием. На этом всё. С вами был Влад. Это Сайван. Мирного нам неба. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова